Ну что же, время 20 часов из Москвы на канале Фейгин Лайф. Мы начинаем эфир, анонсированный Сумерки Путина. У нас сейчас в эфире 2636 человек, 1400 лайков. Я, как обычно, прошу всех зрителей канала Фейгин Лайф, пожалуйста. Те, кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. Те, кто не поставил лайки, поставьте. По возможности раскидайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, в которых состоите. Ну и, собственно говоря, наш долгожданный эфир мы начинаем. Сегодня у нас в гостях, как мы анонсировали, замечательные гости, возможно, самые лучшие эксперты по теме, которые мы сегодня будем обсуждать. Юрий Борисович, швец, мы приветствуем вас в нашем эфире. Я вас приветствую взаимно. Юрий Борисович, напомню, является прошлым корреспондентом ТАСС и сотрудником службы разведки в резидентуре в Америке. Андрей Андреевич Пианковский, нами любимый публицист, оппозиционный деятель. Приветствую, Андрей Андреевич. Добрый вечер. Ну и, конечно, всем хорошо известный политолог-историк-профессор Валерий Дмитриевич Соловей. Валерий Дмитриевич, рад вас видеть. Добрый вечер, джентльмены. Добрый вечер всем. Ну что же, мы, собственно говоря, заглавили с легкой руки Андрея Андреевича этот эфир, как сумерки Путина, хотя в самом общем виде. И, собственно, следует начать вот с чего. Вы знаете, каждый из вас, как экспертов, раз за разом обсуждал и в моем эфире, и вне его, в других эфирах, тему, собственно, больших геополитических планов Москвы и Кремля, которые, в общем, Кремль выработал, там, с учетом временных сроков для их реализации уже с начала этого года. И часть этого плана реализовываться начала, как во внутренней повестке, ну, отчасти, собственно, предложение Путина по узурпации, пролонгации его власти через вот этот антиконституционный переворот, возможно, является его частью. Но какие-то отдельные сегменты этого плана, такого плана по аннексии соседних государств, по геополитическому влиянию в Европе, они, собственно говоря, по-видимому, скорректировались. Кажется ли вам, что последние события, связанные с экономическим кризисом, с его размахом, и равно как и события, связанные с пандемией коронавируса, действительно внесли корректировки в этот амбициозный план. Если вы позволите, уважаемый Валерий Дмитриевич и Андрей Андреевич, предоставим слово Юрию Борисовичу, как нашему новому другу в эфире. Да, конечно. Юрий Борисович, как вам кажется, это действительно существенно повлияло на корректировку таких планов? Вы имеете в виду планов Путина? Безусловно. Да. Марк, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я хотел бы немножко прояснить некоторые аспекты своей биографии, чтобы это все не превратилось в разбор персонального дела коммуниста-швейца. Это исключено, кстати. Да, так вот. Я родился в Советском Союзе, я присягал Советскому Союзу. Эту клятву, присягу я собрел до конца существования этой страны. В 90-м году, по политическим соображениям, написав рапорт в знак протеста против политики руководства КГБ, я ушел в отставку. И в 93-м году я переехал в Соединенные Штаты Америки. Через два года после того, как Советский Союз прекратил свое существование. Я не русский. Вот как я смог проследить до пятого поколения, дальше не смог. Все мои предки были украинцами. И родился я на территории Украины. То есть после развития распада Советского Союза по праву крови, по праву почвы я имел все шансы стать, значит, быть гражданином Украины. Почему я переехал в Соединенные Штаты? Ну, откровенно говоря, надоело быть управляемым идиотами, которые я наблюдал. Это все в течение моей работы во внешней разведке. Кто мне сейчас платит, на что я живу? У меня четыре диплома о высшем образовании, включая международное право, переводчик английского, французского, испанского и опыт работы журналистов. То есть мне не нужно никуда работать, и мне не нужно, чтобы кто-то за меня платил. Что касается вашего вопроса, я думаю, что коронавирус и связанные с ними экономические проблемы, которые будут только ухудшаться в ближайшей, в обозримой перспективе, они просто катализировали все эти процессы, которые уже были очевидны, лично для меня они были очевидны, ну, примерно со второго срока Путина. То есть здесь нужно понимать, что он создал систему, которая, которым главным лимитирующим фактором в инфраструктальном плане является сам глава государства, которого я не помню еще до того, как он стал у руля страны, до того, как на него начал работать промодный пропагандистский аппарат. То есть для людей, которые были известны в тесном кругу вокруг него, знали его как облупленный, по совокупности его профессиональных личных качеств у него было две клички – бледная моль и окурок. И вот этот окурок воли судьбы, именно потому что он такой, вот если вы хотите узнать, какой был Путин тогда, вы посмотрите, какой медведь сейчас. Воли и судьбы его ставят во главе государства, он привозит с собой таких же, потому что это такая система, он должен быть самым умным, самым гениальным. И вот возникает эта система. Но чтобы понятно было зрителям, я абстрактно так объясню. Представьте себе, система наверху, Владимир Владимирович, и он дает систему указания. Крокодилы летают. Эта водная поступает в систему, и лучшие аналитики, лучшие мультпои, которые, конечно, имеются в России, в Кремле, начинают думать над этой водной. Ну, в нормальной системе, значит, люди подумают и скажут, ну, президент ошибся, оговорился, ну, не совсем там и так далее. А из системы, которую создал Путин, выйдет, они летают на Незенко, Незенко. Вот таким образом, вот такая система, которая была построена экономически для того, чтобы грабить эту страну и держать ее под контролем, для этого на это была направлена вся ее внешняя политика, вся внутренняя политика. Эта система, которая могла существовать более-менее в условиях беспрецедентно высоких цен на нефть, она вот на полном ходу влетела в эту стену. Сначала это падение цен на нефть, коронавирус, и вот то, что мы имеем. То есть это правильно назвали бы передачу-то сумерки Путина, что это почти на короне краха всей системы. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Так, ну мы еще, безусловно, вернемся. А, кстати, вы много писали, что вы сокурсник Путина по краснознаменному этому институту. Вы его там вообще видели, пересекались в период учебы? Я об этом никогда не писал. Об этом, я как-то рассказывал в одном моем интервью в Украине, об этом как-то оповестила служба внешней разведки России. А, прекрасно. На что в интервью я ответил, что я его никогда не видел. И было бы странно, если бы я его видел. Потому что, я вам говорил, его называли «бледная морда». И бы не знал никто, кроме его, ближайших людей из его группы, которые знали, помимо всего прочего, как стукача, официального стукача, потому что он там еще был старостным и так далее. Вот. Но вот это учебное заведение, оно очень маленькое. Ну да. Там людей изучали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И имея там контакты, звания, контакты и знакомых, нетрудно было узнать, кто он был. Это профессионал. Нас там изучали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот. И я вам должен сказать, что когда люди там, профессорский преподавательский состав, когда они узнали, что Путин назначен, сделан, президентом России, это был шок. То есть там разные были люди, там не были только гений и так далее. Но вот этого и сделать президентом России народ просто... Народ просто... Вот первый вопрос был, что теперь будет со страной? Ну вот теперь через 20 лет ответ. Я понял. Андрей Андреевич, ну вот все-таки там по вашей концепции, которую мы не раз обсуждали и в нашем эфире, ну и более-менее зрители у нас подготовлены. С вашей экспертной точки зрения, вы считаете, что какая-то коррекция в этот форсированный геополитический план по аннексии той же Беларуси, по целям в Украине, да, по расширению зоны влияния там и в конечном итоге создание условий для ее аннексии тоже в большем масштабе, чем сейчас, в отношении Балтии стран и так далее. Вот эти планы-то, они, собственно говоря, отодвинулись из-за того, что вот сейчас все, что происходит в России. Или нет? Или это никак не меняет сути? Серьезный удар по этим планам, и это мы частично обсуждали в предыдущей беседе с Владимиром Дмитриевичем, нанесло не коронавирус и не экономическая катастрофа, собственно, вызванная нелепыми действиями Кремля. Кстати, сегодняшние последние новости. Саудиты продолжают сбрасывать цену на нефть, ну, практически бесплатно ее обещая, обещая Европе и Азии. Очень серьезный план, приведший уже к изменению этих планов, этих замыслов Кремля, нанесло давно созревавшее ответ Пентагона на всю эту концепцию реванша за проигранную Третью мировую войну и за геополитическую катастрофу. Напомню в двух словах, идея это, как может одержать реванш государство над Западом, над НАТО, победу, государство, уступающее на порядок в экономическом плане, в конвенциональных вооружениях, ну, находящееся в политете и в единственной сфере возможности друг друга уничтожить в результате глобальной ядерной войны. Вот товарищ Патрушев и его партнеры по так называемой мобилизационной группе, о которой нам сообщали такие аналитики, как Венедиктов и Соловей, в первую очередь, они нашли эту тонкую лазейку. Это ввязаться в столкновение, в прямое столкновение с НАТО, ну, прежде всего, в Прибалтике, потому что НАТО не может равнодушно проглотить аннексию государства своего члена, в которой НАТО будет полагаться на свое конвенциональное превосходство и в этот момент предъявить НАТО ядерный ультиматум. Или НАТО капитулирует, отступает и принимает всю повестку дня новой, так называемой, новой Ялты и практически ухода Запада из мировой истории, и Российская Федерация нанесет ограниченный ядерный удар. К этому шли изменения к доктрине военной, продалкиваемой Патрушевым. Об этом прямо говорила риторика и действия российских властей. Вот иногда вот этот план рассматривается как некая гипотеза о будущем. Нет, это аналитика настоящего, потому что вся вот внешняя политика России, особенно, ну, начиная с 2008 года, с войны в Грузии, там война в Грузии, потом вот этот гениальный фейк, когда они ввели Обаму с Кэрри вокруг пальца, с якобы химическим вооружением Асада, потом прямое уже участие военное, Украина и так далее, давление на Белоруссию. Это план, часть вот этого реванша и войны против Запада, и вот такая, можно назвать это авантюризмом, агрессивностью, безрассудством, наглостью, как хотите, она опиралась на то, что в Москве, в Кремле были уверены, что они всегда могут повышать уровень конфликта, идти на эскалацию конфликта, доведя его, наконец до того, в котором, как они считают, у них есть решающее преимущество, решающее преимущество психологическое. Они будут угрожать Западу ограниченным ядерным ударом, Запад дрогнет и капитулирует. И у них были все основания в общем верить в эту концепцию, потому что на всех предыдущих этапах, вот я вкратце которых перечислил, Запад все время отступал. Ну и все же это читали и видели в Европе. И в общем-то у Европы они уже психологически выиграли. Посмотрите на поведение того же Макрона. Оставалось решить вопрос с Америкой. И, конечно, Трамп оказался для них замечательным подарком, не потому что он там безобразничал в отеле в Москве или строил там башню, никто об этом точно не знает. Но его ценность осталась в том, что он думал лично и действовал именно так, как это было выгодно Кремлю. Его концепция была полная отрицание всех союзнических обязательств НАТО. Он за четыре года свое пребывание ни разу не заявил о своей верности пятой статье НАТО, но масса было случаев, когда он ставил ее под угрозу громадной удовольствием Кремля. Ну, такие изначения, как Таллинн, это пригород Санкт-Петербурга, я не пойду на него на мировую войну и так далее. То есть планы шли в этом направлении. Но так называемое глубинное государство в Соединенных Штатах противостоявшего Трампу, оно имело свой взгляд на эту проблему. Пентагон выработал свою доктрину ответа на ограниченный ядерный удар, где было твердо заявлено, что ответом будет не капитуляция и не взаимное гарантированное уничтожение. Вот ведь такую дилемму пытался Кремль навязать Западу. А ограниченный удар такой же по каким-то целям в Москве. То есть шантаж не пройдет. И вот когда Юрий Борисович критиковал наше предположение об этом плане, он как раз и говорил, что ну это бандиты, воры пришли к власти, их ничего, кроме своего богатства, не интересует, они рисковать своими жизнями не собираются, да и как они будут воевать, если на конвенциональном уровне наша армия не способна простоять НАТО в любом локальном конфликте. Кстати, эти слова его были подтверждены на следующий день после публикации маленькой трехдневной войной в Идлибе, где мы увидели достаточно краничные возможности российской армии и Турция вдруг вспомнила, что она член НАТО и Путину пришлось очень серьезно отступить. в любом случае бить Идлиб так же, как Алеба, ему уже никто не позволит. Вот, и кроме этой концепции, я на нее ссылался в своих публикациях, чтобы не было разговоров, что это одни слова, было создано в кратчайший срок новая разновидность ядерного оружия, новые боеголовки W76-2, которые были поставлены на самые продвинутые подводные ракетоносцы Огайо, и в начале февраля, вот это последний решающий шаг, Пентагон выступил с заявлением, что эти ракетоносцы уже вышли на боевое патрулирование у восточного побережья Соединенных Штатов. То есть окончательный вопрос вот на тот окончательный ответ на тот вопрос готовы ли вы умирать за Нарву, он был поставлен Пентагоном, и теперь всем в Кремле ясно, что да, так вот к возражениям Юрия Борисовича, так никто из них воевать не собирался, ни конвенциональными силами, ни самим на поле боя, весь расчет был чисто психологический, шантажа, они были уверены, и у них, повторяю, были определенные основания для этой уверенности, что Запад дрогнет и отступит. Сейчас такой уверенности нет, естественно, одно дело, когда, скажем, вся эта мобилизационная группа, там 5-6 человек, на 95% уверены, что ее шантаж пройдет, они пошли на эту акцию, сегодня, там есть ведь прекрасные специалисты по ядерному оружию, я же помню, я в 80-х, 90-х годах сотрудничество с людьми 4-го института генштаба, они объяснили всю эту ситуацию политическим лидерам, и они сейчас понимают, то есть, в этой ситуации пойти на шантаж могут только самые отчаянные и отвязанные, там есть пара таких, но это уже другая ситуация, вот, и сейчас, чтобы уже не брать слишком много времени, я думаю, мы, я скажу, что в прошлой нашей беседе с Валентом Дмитриевичем он дал очень интересную зарисовку настроения в Ункере уже после получения этого известия и о новой концепции Пентагона, и на новом виде ядерного оружия, изменилась, это очень информативная фраза, нам нужно только 5 дней для того, чтобы Трамп парализовал Пентагон, а за 5 дней мы управимся, то есть, по моей расшифровке, они поняли, что ядерный шантаж провалился, и те из них, которые не хотят отказываться вот от этого броска костей и реванша за Третье мировое, ну, планируют в течение 5 дней оккупацию одной страны прибалтийской, или может быть всех, а потом уже захватив эту территорию вести как бы переговоры. Вот, что я бы сказал, решающим событием, пока недооцененным, о нем очень много, мало говорили еще, явился вот, наконец, содержательный, очень четкий и недвижимый ответ через голову Трампа, американского глубинного государства, в виде его госдепартамента и Пентагона, вот на четырехлетнюю, на пятилетнюю, да нет, с 14-го года уже это идет, шестилетнюю ядерный шантаж Запада и НАТО. Так, Валерий Дмитриевич, вот смотрите, Андрей Андреевич сказал о том, что, как это не назови, вот, мотивации Кремля, а мы не раз с вами обсуждали, что некий мессианский, мессианское начало, мессианский дух, по-своему понятый, мы же знаем, кто там в Кремле сидит, что за публика, но он все-таки присутствует, вот, ведь мессианский дух должен людей этих вынуждать, внутренне, так сказать, стимулировать, к тому, чтобы продолжать этот план, несмотря ни на что, коронавирус и так далее, вот Андрей Андреевич говорит о том, что никак коронавирус и экономические кризисы, с тем размахом, каким он есть, нефтью и всем остальным, не мог скорректировать эти планы Кремля, скорректировало их противодействие Пентагона, конкретно там, обладание новыми видами тактического ядерного оружия, новыми формами его базирования, способами его базирования. На ваш взгляд, вот этот мессианское начало, вот мессианский дух, если они ими хоть сколько-то обладают, он заставит их действовать дальше, и как это будет? Вы знаете, мессианское намерение сохранилось, все планы сохранились, но они модифицировались. Модифицировались под влиянием обстоятельств, которые кратко перечислил как раз Андрей Андреевич. Все вот эти три элемента, эпидемия коронавируса, падение нефтяных цен и очень серьезный, фактически неразрешимый конфликт сейчас с кронпринцем Саудовской Аравии и третье, появление нового оружия у Соединенных Штатов. Но, я могу сказать, что планы модифицировались в соответствии с этой ситуацией. Я могу с абсолютной уверенностью сказать, что Кремль от них не отказался, ни от одного из своих намерений, ни в отношении Украины, ни в отношении Белоруссии, ни в отношении Прибалтики. Как это сейчас выглядит с его точки зрения? Они ждут, пока эпидемия спадет в России, предположительно, это будет происходить на рубеже мая-июня, но в это время она достигнет пиковых значений в Украине и в Белоруссии. Белоруссия вообще не борется с эпидемией никак. Расчет на то, я могу сказать, что предварительная рекогнозировка ведется полным кодом, неформальные контакты с украинским руководством, с хорошо известными людьми, прекрасные, прекрасные. Это фактически дружеские отношения. Счастье у белорусского эстеблишмента тоже. Расчет на то, что Украина и Белоруссия обратятся к России за братской помощью. И братские вирусологи большими группами, ну не столь большими, гораздо большими, чем сейчас они в Италии, а там именно военные вирусологи, под защитой солдат направятся в братскую Украину, в братскую Белоруссию. И вопрос с Украиной и Белоруссией будет решен ли это. Я говорю, это вот намерение, это как сейчас выглядит этот план, он модифицирован. Что касается Европы, тоже все остается в силе. Тем более ситуация складывается как нельзя более благоприятной. Европа абсолютно парализована, и даже если эпидемия пойдет на спад, она будет оставаться парализована и еще 8. Что касается Соединенных Штатов, здесь новый очень важный элемент появился. Вы на все обратили внимание на интенсивное телефонное общение Владимира Владимировича с Дональдом Фредовичем Трампом. Конечно. Да, речь шла не только о нефти, хотя это было первостепенно. Речь шла о том, что Кремль готов оказать ему помощь. Помощь во время президентской кампании. Эта помощь будет состоять в предоставлении убийственного компромата на семью Байдена. Компромат будет получен с Украины, он имеется в распоряжении, и будет еще что-то добавлено к этому. В ответ, в качестве благодарности, Соединенные Штаты должны всего лишь сделать одну маленькую вещь. Заблокировать свою активность, потенциальную активность против России, в том случае, если Россия начнет, перейдет к активным действиям на Западном театре. Так что тот план, который мы обсуждали применительно к рубежу февраля-начала марта, он остается в силе полностью. Еще раз подчеркну, 2020 год – это с точки зрения очень важных личностных индикаторов Владимира Владимировича, это последний год, когда этот план можно осуществить. И он очень многое поставил. Я бы сказал, он душу вложил, если у него, конечно, душа есть. Он вложил всю свою силу, энергию, все, что у него заменяет душу, он вложил в реализацию этого плана. Я могу абсолютно уверенно сказать, что по отношению к Украине и Беларуси программа «Минимум» идет более чем успешно. А это невидимо на поверхности, но она реализуется весьма последовательно и шаг за шагом. Так что я настроен более пессимистично, чем мои коллеги. Я, конечно, надеюсь, в конечном счете на победу, даже не сомневаюсь, победу здравого смысла, сил добра и света и все подобное. Но я хочу сказать, нас ожидает очень серьезное испытание. И не только в связи с эпидемией. Очень серьезное. И все это будет действительно, здесь профессор Пианковский абсолютно прав, все это будет происходить на наших глазах и происходит сейчас и в режиме реального времени. Да, спасибо, Валерий Дмитриевич. Значит, у нас, я только напомню, зрителям у нас 11 300 человек в прямом эфире, 3000 лайков. Юрий Борисович, смотрите, в продолжении темы. Можно? Да, конечно. Давайте добавься, потом я вам задам вопрос. Да, давайте. Прошу прощения. Мы, естественно, с уважаемыми профессорами смотрим на это дело сквозь призму своего личного и профессионального опыта. Вот этот вопрос бряцание ядерной дубинкой, как я его называю, он имеет давнюю историю. Я вот слушаю Валерия Дмитриевича, ребята, у меня такое впечатление, в Кремле, вот они играются, они считают, что они это изобрели. Ну, поскольку они доводят информацию до Валерия Дмитриевича, я надеюсь, что они слушают, что он говорит, поэтому сейчас, вот я через ваши возможности. И выполняют указания, Юрий. Да, да, да. Вот поэтому я хочу обратную сторону, довести до них информацию и рассказать ему то, о чем они не знали, потому что учились они на тройке в свое время. Так вот, вот это бряцание ядерной дубинкой это важнейшее стратегическое активное мероприятие, которое Кремль применял еще, ну, если так активно, со времен Хрущева. И за это время выявились определенные закономерности, тенденции, которые позволяют судить, к чему это приведет сейчас. Значит, при Хрущеве, что было, если вы позволите, как раз, чтобы будет понятно, где мы сейчас находимся и чем это закончится. Итак, после Второй мировой войны у американцев есть атомная бомба, у них есть бомбардировщик Б-29, который может ее донести до Москвы, до Ленинграда. И так продолжалось примерно до 57-го года. Значит, в 57-м году военные, их часть на кораблях из Владивостока на Мышвит, в Чуковке, где в течение года они делают следно-посадочную полосу. В следующем году они меня туда привезли. Что-то на боеглазах проходило, хотя я был малый. Построили эту полосу, пригнали туда бомбардировщики, те Б-29, которые сели в свое время во время войны на советской территории и их скопировали. Вот они могли уже из Чукотки доставить ядерную российскую, советскую бомбу примерно до Санкт-Петербурга. Но этого было мало. Потом сделали Ту-16, который уже мог добраться до Нью-Йорка и Башнистана. И, казалось бы, все, баланс сил восстановлен. Можно успокоиться. Но тут Никиту понесло. В это время спутник и Никита начал блефовать. Причем не то, что сейчас. Мы изготавливаем ядерные ракеты как сосиски. Бедные ЦРУ, у которого не было тогда ни агентуры в Советском Союзе, самолеты еще не летали активно, как потом начали летать. Они насчитали, благодаря Никитиному блефу, что у Советского Союза тысячу ракет. Позже оказалось, что их всего было две. Перепуганная собственным ЦРУ администрация Соединенных Штатов разворачивает сто ракет среднего радиосадинства в ТУП, в Италии и Англии. Эти сто ракет, значит, они могли бы, вот то, что сейчас говорят по центральному телевидению, превратить Москву и Ленинград в горстку пепла и нет Советского Союза. Теперь уже перепугался Кремль. Что делать? И они тащат ракеты в... И слава богу, все закончилось благополучно, потому что Бобя Лев Пеньковского или из-за Пеньковского Кеннеди знал, что Никита блефует. Так вот, этот блеф чуть не закончился. Вот если бы действительно в 1962 года разразилась ядерная война, Советского Союза не было бы. Я не уверен, что две ракеты из Советского Союза долетели бы до Америки, но что половина из-то ракет в Европе долетела бы до Москвы Ленинграда, это точно. Значит, этот блеф чуть не закончился уничтожением Советского Союза и он стоил Никите его политическая карьера. Его убрали. Примрежневе. Второе этап. Это начало где-то примерно во второй половине 70-х годов. В Советском Союзе делают ракету твердотопливную, баллистическую. стратегическую. Она не получается. Вместо этого получается средняя радиуса действия, которая не нужна. Но на нее хлопало много денег. Что делать? Признаться в политбюро, что деньги тю-тю и ничего нет. Принимается стратегическое решение. Давайте мы их возле Урала развернем. Кому нужны эти ракеты возле Урала? И тут умные люди, руководство Минобороны и КГБ и КСНР. Тут же стады. Там разворачивается борьба между группировкой министра обороны и Гришин, пардон, министра внутренних дел плюс Гришин, которые близки к Брежневу. Другая группировка это Минобороны и КГБ. И вот вторая группировка начинает развернуть решение развернуть эти ракеты в запад в районах Советского Союза. Вот как принималось это решение, это показательно, потому что я слышал об этом от Арбата, который выступал у нас в репресентуре, а потом генеральный директор ТАСС замерзал с Кошником Брежневым. Он был свидетелем этого разговора. Разговор длился о стратегической ситуации, которую покупил в конце концов Советский Союз, а добилась примерно прежнего провожали через Нуково за рубеж. Он уже старенький был, уже немножко не в себе. К нему подходит маршал Устинов. Они на тыпают. Леня, у нас тут ракеты появились очень. Хорошие ракеты. Думаю, может у нас тут их вот в западных районах. Мы знаем, что Картер Слабак. Все нормально будет. Они промолчат. Они промолчали про Афганистан. Так и сейчас промолчат. Ну и Брежнев ему ну, Дима, давай. Привет, поручено. Давай. Дима, дам. Они развернулись. Утром просыпается Германия, Англия. Ах ты, боже мой, что случилось? Ну тут на очень хитрый Кремль происходит неожиданное изменение в Вашингтоне. Вместо Картера, переизбрание Картера, приходит Рейган. И Рейган распорачивает Паршинги и крылатые ракеты. И вот я вам должен сказать, я видел это изнутри. Отрезвление в Кремле, там сумеречное сознание, 80 лет, так же Наринс, протрезвели в течение ночи. Ракета до Кремля может долететь до 12 минут, они тут же стали нормальными людьми, понимаете? Но игры не прекращались. Значит, КГБ вместе с Минобороны выдумывают план внезапное ракетно-ядерное нападение на Советский Союз. Этого они научились у Генри Киссинджера, который, когда он был госсекретарем Соединенных Штатов Мирии, когда он мемуаром посла Добрыни предлагал развести наших президентов. Ты будешь рассказывать, что мой сумасшедший, я буду рассказывать, что твой сумасшедший. Он даже не подозревал, что ушлые люди в Москве начнут использовать его науку для того, чтобы использовать своих политических целей. Короче, говоря, весь 80-й год руководство КГБ Минобороны дезинформировали часть полюбюро для достижения своих политических целей. Все деньги были потрачены на стратегической и стратегической обороны целей. И в результате рухнул Советский Союз. Сейчас мы находимся на третьем этапе. Все эти три этапа с моей точки зрения. Вот на всех этапах. При оцене ядерной дубинки для меня свидетельство первого ослабления. ядерной начинал мнениями которые вот считали если последний на миссии на территории россии это был троцкий который говорил что если она заставит уйти мы уйдем на передать ему так лопнем дверью что в других не весь мир с тех пор таких мхи и я лично не участвует пугает патрушев типа вот он оттуда глубины кремлевских недр появляется страшный образ страшный ужасный патрушев давайте вспомним кто такой патрушев патрушев это вот была такая вещь в комитете госбезопасности это офисный планктон крючков на первом собрании он рассказывал что я же прекрасно знаю что из сидящих здесь 30 процентов работает на разведку он кстати очень значит очень сильно при 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 украсил картину так вот в питерском разделениях комитета госбезопасности все практически сто процентов кормились от работы но на кгбм приведу пример в восьмидесятом году было два агента 1 цру другой фбр который сдали всю агентуру которые американцы мили на территории советской шоссе все эти агенты проживали в москве ни одного из урюбинска не из 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 ленинграда там и так далее делать было нечего то есть патрушев он был помощником большого начальника он бумажки носил из одного кроме того как помощник это такая категория была это было еще специально по специальным поручениям рыбалку организовать помните особенности русской рыбалки кузьмич назначает за хорошую работу назначают его в карелию это тот еще центр международного спектра сами понимаете и наконец он попадает сюда где он превращает фсб после фсб который финальный средствами методами опирать даст свой статус тупо куют бабки безопасности бюрократически вода месте нефтью миллиардами ворочают по газу 3 там товарищу патрушу же надо самоутвердиться мне такое впечатление пальцем так ну или вот и больше на городским сумасшедшим время от времени ты будешь выскакивать и кричать изменить концепцию перейти к первому ядерному удару на самом деле вы посмотрите вот последняя публичная операция проведенная товарищем патрушу это полет на президентском боя нас айрс куда полтон и фокса вот это не стоящий патруш он наркокурьер по большому счету и планктон как он был так и он остался поэтому то что он там булькает вот по поводу этих самых концепции погнали это закончится тем же никиты чем для советского союза закончилась вот это все то есть я абсолютно уверен что эти люди блефовали и как и раньше в ответ на этот блеф появилась вот то что сейчас рассказал андрей андреевич плюс я еще добавлю еще один важный новый компонент стратегии пентагона они фактически сейчас создают ядерные силы гибкого реагирования когда были там не было ядерного оружия развернуты в ответ на сс-20 советские в начале восьмидесятых сейчас они модернизируются на них ставится новая система наведения и они передаются в распоряжение корпуса морской пехоты потому что они мобильны они могут быть считанные часы развернуты любой точке рядом с россией вот и все понятно это полностью понятно ну смотрите мы сейчас уже 40 минут в эфире 11705 человек в прямом эфире 3800 лайков давайте теперь от собственно геополитического обсуждения проблематики перейдем собственно кремлю и лично путину я хотел как раз задать вопрос валид митчу здесь много обсуждалось и раз за разом встречать и люди задают вопрос относительно состоянии путина вот насчет этих обсуждений непреодолимой силы обстоятельства потому что все ищут в этом конкретных ответов валерий дмитриевич что путин помирает путин то путин это на ваш взгляд ну вот делаешь не в инсайде на самом деле а что можно считать в принципе для человека обитающего в кремле почти 20 лет обстоятельства непреодолимой силы как таковыми потому что это много чего но но на ваш взгляд что является решающим решающим обстоятельством является невозможность реализации планов подготовки которых отдал 10 лет были положены колоссальные ресурсы колоссальная энергия и очень много проведено высшей степени успешных операций высшей степени успешных принципе планы осуществления гибридной войны в европе подготовлены полностью и довольно успешно и надеюсь нам не удастся их увидеть я надеюсь что обстоятельства служат с таким образом что мы не сможем увидеть это потому что даже само по себе начало оно будет иметь роковые последствия том числе к великому сожалению для нашей страны что касается непреодолимых обстоятельств владимира владимировича я повторю только то что говорил раньше посоветую вам внимательно наблюдать внимательно и наблюдать за его поведением особенно выключив звук вы даже можете включив звук наблюдать и повторю еще раз эти обстоятельства сказываются все больше силы сейчас что в двадцать втором году владимир владимировича не будет ни в российской политике ни в международных делах его не будет это уже совершенно точно но и сейчас до обсуждается вопрос о том какое может быть будущее после него и без него но этот вопрос обсуждается не с ним этот вопрос повис в воздухе повис в воздухе и выглядит это довольно интересно потому что впервые знаю думаю за 20 лет высокопоставленные офицеры спецслужбы стали вспоминать друг лета 91 года они крайне недовольны отсутствием решительности отсутствием того что они называют стратегический замысел неспособностью лидера страны продемонстрировать лидерские качества они рассчитывали на это нет не видят то есть могу сказать что происходит не столько интеллектуальный сколько очень важно морально психологический я бы сказал такой даже культурный сдвиг в том что касается поведения части это не собственно ключевая группа элиты но тех кто рядом с ней находится что касается ключевой группы элиты это пять шесть человек всего может быть все вот те кто принимает ключевые внешнеполитические внутри политики решения они едины они действуют как одна команда я думаю что во многом вынуждена но тем не менее это так у них внутри нет никаких разногласий они будут следовать тем курсом который для них прокладывает владимир владимирович как долго они будут следовать этим курсом это вопрос очень интересный но пока что они выражают все целую поддержку его внешнеполитическим планом я подчеркну не внутри политическим то что происходит внутри россии это считается досадной проволочкой которая мешает реализовать внешнеполитические устремления и они кстати эти устремления не предполагают естественно никакого ядерного конфликта а шантаж это да вещь которую россия советский союз издавна использовали как часть своей стратегии а я думаю андрей андреевич мог бы об этом целую у оду сейчас нам поведать как используется что же уже рассказал как шантаж используется он и будет использоваться в том смысле ничего не меняется но то чего они хотят это модифицировано под обстоятельства это не предполагает никакой масштабной войны и возможно войны вообще с их точки зрения ситуация с коронавирусом очень благоприятно сказывается на возможности реализации планов это ограниченные планы да ограниченные они не предполагает захватов они не предполагают контроля сплошного территории в этом нет никакой нужды но еще раз скажу они очень многого добились они прекрасно влияют на украинскую элиту они контролируют украинскую элиту уже в значительной мере и контролируют они контролируют белорусскую элиту это программа минимум и причем здесь американские бойголовки как они могут помешать россии влиять на украину да никоим образом они могут быть введены это как я уже сказал совсем не факт случае открытого военного конфликта в россии не собирается вступать даже сейчас в открытый военный конфликт она рассчитывает все это обтяпать иначе так что эти обстоятельства личной силы непреодолимы они действительно абсолютно непреодолимы в этом уже нет никаких сомнений не осталось они лимитируют время все должно быть решено в этом году или никогда уже не будет решено времени очень мало это повышает риск срыва да это будет авантюрой я согласен но возможности этой авантюры очень высока к великому сожалению коллеги да андрей андреевич давайте вот продолжим эту тему вот спустя 20 лет путин нарушает какие-то понятийные вещи которые могут заставить ближайшее окружение действительно принять решение ну хватит нужно что-то поменять как-то фигуры на доске для того чтобы снять проблемы с западом в том числе кстати сказать и проблем персонального характера поскольку но действительно окружение совершенно может и не располагать какими-то ощущениями сианского начала так сказать что они собираются положить себя на заклание ради большого геополитического плана возвращения статуса сверхдержавы вообще иметь план по поводу того что ну как бы надо изменить все повесить на вову все все это сказать грехи которые за 20 лет в общем несли на себе вот эта группа из окружения путина и в общем устранить его по понятийным соображением что она это что думаете андрей ну давайте воспользуемся аналогиями такими из мировой истории сравним сегодняшний пункт путинский бункер ну с бункиным с бункером в берлине в сорок пятом году и в кунцево в пятьдесят третьем вот не в пользу путина то что для окружения немецкого диктатора и советского и гитлера сталин были харизматическими фигурами даже так вот ну вот возьмите мы все время растащили уже на цитаты фильм 17 мгновение весны а я вам напомню вот одну когда уже вот вольф и на вольф которого прекрасно играет луновой до помните он уже придают апрель конец апреля он уже придает гитлера он ведет с американцами переговоры о мире о сдаче какого-то совместного противостояния советскому союзу и так далее но когда один из помощников даоса как-то принадлежительно отзывается о гитлере ну это был шикенбругер двадцать седьмом в двадцать третьем году вольфом урезка отвечает гитлер в двадцать третьем году уже был гитлером вы можете представить какого-нибудь из членов нашей мобилизационной группы которая забила путин в девяносто третьем году когда он таскал вот шамодан за собчаком уже был путиным то есть уровень вот отношения он другой это они же у них иллюзий по путину нету он для них инструмент выполнения в том числе вот этих мессианских замыслов и пока инструмент функционален да хорошо харизматический образ создавался для масс пропагандонами а для них он вовсе не сакральная фигура тем более вот сейчас же идет ну просто обвальная демонстрация его абсолютной неэффективности ну вот смотрите его же пока то он говорит губернатором берите себе коронавирусный суверенитет пока не подавитесь а на день он угрожает им там я не знаю тюрьму или расстрелами за разгильдяйство и не исполнить социальных обязательств абсолютно никакой четкой нет не то что стратегии ну это характерно не только для путина но для всей системы власти в том числе человека который ему часть пиар-обслуги пыталась позитивно противоставить собянина но после сегодняшней ходынки в москве по-моему эти разговоры о прогрессивном собянинах они тоже закончились полная неэффективность власти и конечно атмосфера такая способствующая задумкам о том что оказался наш отец и так далее но вот я хочу вернуться все-таки к экспертизе владмитча ну он очень ценную информацию нам как всегда сегодня сообщил я для себя ее суммирую так значит от ядерного шантажа сражением в балтию отказались осознав что будет очень жесткий ответ от вот плана в не пяти дней пяти дней пяти дней трамп парализует панта пентагона мы территориально захватываем прибавку тоже отказались ну и в качестве утешительного приза это украина и белоруссия и тут я скажу даже больше чем владмитч это не планы которые надо реализовать но они практически реализованы если вот в прошлую беседу я говорил что все средства массы информации в украине уже захвачены по существу российской пропагандой то теперь все кадровые назначения ключевые министр обороны губернатора приграничной херсонской области генерального прокурора они идут все в десятку в десятку тех людей которые нужны москве то есть процессы перехода к власти и обратите внимание как тонко действует наша пропаганда вот я вчера полюбопытства давно украинской темы не было они обличают ирмака и зеленского то есть своих своих стопроцентных людей они обличают ну потому что есть еще поколеблющиеся украина есть очень жесткая по российской кстати структуру украинского общества очень легко вычислить по последним выборам во втором туре запорошенко несмотря на все претензии к нему голосовала 25 процентов это твердые сторонники украинской государственности ориентации на запад и далее в первом туре за этих самых бойка рабиновича медведчука голосовала 15 процентов это жесткие жители русского мира а остальное это такое колеблющиеся болота и пока часть этого болота нужно успокаивать что вот видите какие зеленские то есть там вопрос решен и так же как в белоруссии белоруссии не хватало одного полной личной дискредитации лукашенко и он и в элитах и он это сделал вот своей идиотской позиции по коронавирусу то есть это вопросы 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 решенные и конечно никакие боеголовки тут ни при чем боеголовки это для решения вопроса вопроса с прибалтикой ответа ответа на агрессию против нато выполнение статьи 5 и я вам скажу ведь в чем еще их огромное преимущество из америки оно сказалось я вернусь к тому эпизоду который говоришь кеннеди действительно играл с открытыми картами с хрущевым далее пинковского у него было все вся информация есть даже версия что по каким-то сложным причинам чуть ли не российские военные специальные передавали ну есть такая версия чтобы избежали я в нее правда не верю вот и военные толкали кеннеди на вопрос решить советском союзе по совершенно очевидно уничтожался весь ядерный советского союза вся промышленность все что угодно это государство переставало совершенно но при этом одна какая-то ракетешка может быть с кубы может быть могла долететь до американского города вот для кеннеди это был неприемлемый ущерб вот тогда и родилась концепция неприемного ущерба которая для американцев это одна боеголовка падающая а сейчас вот против решения пентагона уже же волна поднялась и вы же знает среди вот этих гражданских специалистов по разоружению в брокингском институте в карнеге и это не агенты москвы это искренние буржуазные американские ученые которые считают что надо разоружаться концепция контра с ограниченной войны она рестабилизирующая и так далее то есть это абсолютно оборонительная концепция противостояния ядерному шантажу пентагон просто навязывает и президенту отодвинув его в сторону и американскому общественному так а какой реакции на как на какую-то украину и белоруссию можете лечь конечно нет и вот это всегда вы в этом конфликте того что называю четвертой мировой войной а миша называл реваншем за третью мировую войну за гиппл вот вы выработалась такая молчаливо седловая точка тем более что по состоянию на сегодняшний день он может получить полный контроль над украиной и берусь и без единого выстрела так понятно смотрите вот перейдем к юрий борисович смотрите тут началась уже активная игра вокруг вокруг коронавируса и виновника кто собственно заплатит за банкет что называется это перекрестным образом перекрикиваются некоторые министры нас отдел трамп и так далее трамп называет его китайским вирусом до упирая на на китай но он давний давний так сказать оппонента вообще китая прямо скажем плюс к тому вот это такая несколько конспирологическая история контроверсивная я бы ее назвал с этим новосибирским вектором пожаром штаммами этого вируса или другого вируса попали они не попали ну честно скажем никаких прямых доказательств вроде нет хотя косвенно указывает на какую-то сомнительность совершенно источника происхождения этого самого коронавируса вы считаете что москву могут по ходу начать обвинять вообще как источник это из-за разной ряду кстати сказать с китаем или по отдельности от китая и сделать это фактором давления в большой геополитической игре поскольку но разбор то с неизбежно все равно будет кто-то должен заплатить за вот этот гигантский карантин всепланетарного масштаба что называется глобального масштаба не говоря уже об ущербе о смертях иски вот уже подается там в америке в израиле но это так сказать пока пока так сказать частные обращения гражданско-правового характера а ведь там ведь огромный ущерб компании огромный ущерб так сказать и целых отраслей и в этом смысле с одной стороны очень удобно обвинить китай потому что идет торговая война и китай реально по-видимому является причем на территории сша на территории запада можно отнимать не заходя на территорию китая вот что удивить но москва вы знаете что сегодня буквально вчера я извиняюсь лавров заявил что не надо обвинять китай делать его главным виновником значит распространение коронавируса по миру и сегодня уже трамп вы видите вдогонку скал воз всемирная организация здравоохранения вообще говоря прекращает ее финансировать поскольку но и без этого были раздавались претензии о ее коррумпированности да значит тут многие говорят уже руководство вообще коррумпирована москвой но это так сказать такая история еще требует доказать но видимо воз исключит из субъектов которые будут вовлечены в определение вины китая например вот вокруг всего этого вы об этом говорили вы комментировали других интервью относительно вот этой истории конспирологической с новосибирском вектором и китаем что вы думаете как будет все происходить да сейчас я отвечу на этот вопрос но буквально кратце давай я хочу вернуться к предыдущему вопросу пользуясь присутствием более дмитриевич я хочу все-таки наладить движение активной информации в обеих направлениях я бы хотел расстроить представителей кремля которые то смысл с нато мы уже разобрались на нато не нападать не будут что касается украины и белоруссии но белоруссия там все зависит от лукашенко если лукашенко захочет стать каким-то штатом у россии но тут ничего не сделаешь тут россии не надо ничего делать что касается украины вот они там говорят что мы захватим опять там президент вроде наш ермак наш агент губернатор и так далее хочу напомнить что при януковича украина в этом смысле было вообще вся российская янукович это агент комитета государственной безопасности это был глава криминальной группировки в донецке которой вообще была создана кгб а потом подхвачена сбу там все были про кремлевские там глава сбу был российский гражданин министр обороны вся торговля оружие велась ну все были ну и что чем это что закончилось знаете проблема украины для россии заключается в том что там есть большая часть населения который плевать на москву и на собственную власть у которой есть собственность и чувство собственного достоинства и свое понимание свободы и вот если ну что может сейчас сделать россия войска она никак туда не ведет на может на следующий день будет объявлена эмбарго на америка ведет пошлины на российскую нефть а следующий если будет плохо вести еще эмбарго и все и конец в условиях коронавируса и того экономического кризиса который последует войска они туда не ведут а остальное ну что они там могут сделать ну поиграется в аппаратные игры вот в домино поиграет и так далее то есть я думаю что их ждет фиаско в украине также как они потерпели фиаско при еду поищу при всем уважении по просьбе президента зеленского россия введет туда огромный контингент для предотвращения гуманитарной катастрофы по просьбе законного украинского руководства речь идет только об этом что и международное сообщество сейчас воспримет это с пониманием и с признательностью что россия берет эту миссию на себя то же самое будет из белоруссии по просьбе белорусского общества и белорусской элиты а президент лукашенко будет в этот момент лежать на больничной койке с коронавирусом который натрицает белоруссии абсолютно согласен с украиной как говорил известный персонаж наша раша не прокатит возможно не хотелось бы даже проверять честно скажу ленского вынесут еще до того как он успеет открыть рот я думаю что это очень серьезное преувеличение украинское общество очень устало и от войны и от того мира который ничуть не лучше войны от безалаберности украинского руководства а сейчас еще от эпидемии поэтому ситуация выглядит очень неустойчивой и гораздо не менее опасной чем весной 14 года поздней весной для украины но все будет хорошо победы пути конечно в счете да у меня в этом нет сомнений возвращаясь к вопросу о происхождении коронавируса этот вопрос неизбежно будет исследован потому что тот удар который испытывает весь мир и в плане огромных человеческих жертв и экономический удар который только начинается потрясение экономические они будут страшно судя по всему это можно сравнить с ограниченным ядерным ударом так по большому счету то что уже происходит это что еще произойдет поэтому неизбежно будет исследован вопрос о том откуда это все пошло и тут активными мероприятиями типа это все пошло из ухани там мышь вылетела потом я съела ящерица ящерицу поймали хвост зажарили кто-то съел ну такая очень экзотичная версия эта версия будет подвергнута тщательному анализу и будут исследованы другие альтернативные варианты в этой связи я обратил внимание на возможный альтернативный вариант вектор как известно это то учреждение которое занималось на советского союза разработкой биологического оружия там по разным данным я читал 16 сентября по другим данным 6 сентября была какая-то катастрофа локальная ну говоря что вот вот этом центре который супер супер стоит о за да и вдруг газовый баллон сколько же можно газовых баллонов взрываться ну ладно в сталинском доме какой-то баллон там 50 лет назад но в таком центре газовые баллоны ну я вас умоляю как говорят по 10 но хорошо взорвался а сейчас буквально через две недели под новосибирском проходили совместное российско-китайские учения спецназа которым присутствовало также какое-то небольшое подразделение химзащиты и вот мне говорили источники опять-таки это все необходимо проверять и это будет проверено что там были представители из ухани это было уже в ноябре пардон это было в октябре уже буквально через пару недель после этого события на векторе этого взрыва в ноябре были в ухане международные игры военных значит команд там была сборная россии военная заняло почетное второе место после китайцев ну а с точки зрения спецслужб вот новороссийск это одно из вот те центры по миру которые занимаются разработкой связанные с биологическим оружием и вот такими вещами как коронавирус оспы там и так далее их можно по миру по пальцам пересчитать и все неизвестны противной стороне и всегда на на них обращают внимание поэтому знаю как это работает изнутри я в голову даю на отсечение что на играх мухани на военных играх там были представители групп и нам наверно были эксперты из 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 вектора ну вот а потом значит началась вот этой эпидемии так далее то есть цепочка которая я считаю на более правдоподобная чем вот эти летающие это самое мыши которых едят там какие-то крысы там у которых потом кушают там и так далее то есть цепочка взрыв через две недели российско-китайские учения там же в том же районе и затем начать ноябрь месяца местные дальше вы можете еще найти в интернете во всяком случае я скачал на всякий случай первый канал российского телевидения это было значит выпуск новостей от 19 ноября 19 года где речь идет о вспышке по типичной пневмонии это был в новсибирской область и там ряд других то есть они там уже были там показывали схематично вентилятор легких который сейчас стал известен но раньше когда я не слышал чтобы не при вне типичной пневмонии ну вот то есть я знаю пока имея из того что писали американские газеты что американское разведывание сообщества рассматривает альтернативные варианты из происхождения этого вируса помимо уханьского если окажется ну с китаем как-то уже заиграли да уже как-то все свыкли что китай кажется китай там посыпется страшные ну просто страшные типа бы те которые жертвы или родственники жертв сбитых самолетов сбитых террористами посылает нам многие миллиарды но это продлится очень долго и так далее но если это последовало из россии вот такая хитрая комбинация россия потом китай и так далее это будет конец я боюсь конец россии потому что вот сейчас валярий новичек рассказывал россия сейчас коронавирус и вот она все равно коронавирус там уже люди боятся в россии же не знаю считаю дни когда зарплата закончится и когда есть нечего будет они мечтают о том как не захватит украину реально сумеречное сознание если в этой ситуации значит еще окажется что это вот эти ребята в этом сознании сумеречном затащили этот вирус это будет конец режима потому что опять таки как я только что с россией воевать достаточно эмбарго на поставки нефти и путинского режима не все . если бы это мне сказали что вот россия могла это сделать скажем до 99 года но после 99 года когда эти ребята взорвали несколько домов и положили под обломками сотни людей для того чтобы одного человека сделать президентом которые развязали войну первую чеченскую для того чтобы укрепить его авторитет которая по его он же сам сказал он он сам подготовил материал для гана гаде документальном фильме где он давал интерьер сказал что это он там указание на аннексию украины и так далее которые как-то так вот в российских сми это забывает маленькую деталь дам указание аннексии крыма операции в восточном украине тем самым это привело к 14 тысячам убитых в украине то вот после этих событий если меня спросят а возможно это дело скажем а почему нет если они смогли сделать тогда тот а почему нет так что вот ждем но это какое-то время должно пройти сейчас все брошено на борьбу именно с коронавирусом а потом люди возьмутся за дело но опять таки вот я в одном из своих интервью говорил сейчас накопилась такая масса негатива путина то почему его поддерживали его сторонники потому что считали что пахан их прикроет вот он их защита он вместо как американцы говорят вместо асет он стал их лоя белый титой стал их обуза он стал у них камнем на шее и чем дальше тем больше поэтому вот как-то хорошо решить вопрос сейчас смены руководство там и так далее да очень сложно держать путина атом до до 30 24 36 года это каждый день это лишний гвоздь в гроб российского государства а вот слить его потихоньку почему коронавирус если вы сейчас вот завтра бы объявили что владимир алдович нас покинул ну помните кого-то войновича москва 2042 его запустил рогозин на корабле вокруг нас извините он вам передает привет никто бы не пискал все бы кричали ура и воздух чепчики бросали понятно андрей андреевич вы нас слышите вы включите микрофон включить меня у нас скайпе отключился микрофон вы его нажмите на кнопочку скайпе а мы пока андрея андреевичу пока он включает свой микрофон в скайпе а вам надо на экране нажать кнопочку мы валерий дмитрий спросим войны чего вы считаете что то что произошло с опек плюс плюс вот этим заключением соглашением по значит сокращению добычи до соответственно что сокращение добычи это тоже один из способов учитывая значит давление по нефтяному фактору один из способов собственно со стороны запада привести в чувство вообще путина и кремль потому что цена продолжает падать несмотря на заключенные соглашения и пока совершенно непонятно непонятно что будет происходить понимаете валерий дмитриевич вы наслышите валерий дмитрий вам тоже микрофон включить валерий дмитрий микрофон в скайпе на экране скайпа да 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 сейчас слышим валерий дмитрий давайте да да прекрасно что касается того что на саудовскую аравию повлиял запад это не так нет конечно совершенно не так это мотивация вызванная внутренней динамикой саудитов и очень тяжелым очень тяжелым личным конфликтом кронпринца и лично президента путина я не буду сейчас вводить уважаемую аудиторию в содержание этого конфликта потому что там есть элементы как видимой так элементы невидимой это очень серьезный личный конфликт и на совещании членов режима было принято решение преподать россии урок преподать урок лично президентом чем они сейчас успехом и занимаются здесь не идет речь а то помните знаменитой истории рейган и саудиты которые разыгрывались в начале правления горбачева горбачева нет это совершенно эта внутренняя динамика значит причем все это делается я бы сказал с поясни таким арабским коварством и сладострастием они сейчас испытывают чуть ли не оргазм наблюдая за тем что происходит в российской федерации но в россии и как раз это вот эта ситуация фактически безвыходная потому что есть несколько вариантов сейчас у властей развития экономической ситуации оптического до крайне пессимистического пока что находится в рамках оптимистического варианта но оптимистический вариант предполагает что доходы населения реально располагаемые к этой осени снизится до уровня двухтысячного года то есть 20 лет как корова языком слезнула но это как раз будет мотивировать искать асимметричный ответ сейчас ищут асимметричные ответы на действия саудитов и понятно как россия будет будет использовать очень широкий спектр средств очень широкий спектр средств включая самые ну давайте выражусь мягче неконвенциональные средства которые в общем не являются в полном смысле никогда не являлись дипломатическими внешнеполитическими это одна часть и россия будет искать эти средства она в принципе уже знает какие не россия крем второе что как раз вот осенью когда ситуация может оказаться безвыходной когда фонд национального благосостояния будет потрачен а в пессимистическом варианте он будет потрачен в октябре ноябре тогда останется только один выход совершить герзкий диполитический рывок понятно поставить европу перед серьезнейшим испытанием и предъявить фактически ультимату ничего другого может просто не остаться да я хотел бы разделить оптимизм юрия борисовича и наверно в конечном счете его разделяю потому что я человек как и андрей андреевич того же поколения который видела крушение советского союза и крушение сверхдержавы как и вы марк в полном смысле крушение сверхдержавы да поэтому я помню как все это но риск я еще раз подчеркну риск очень велик мы имеем дело сейчас даже не с позднесоветским есть конечно не с горбачевым и не с леонидом и чем брижнем это совершенно другой тип людей совершенно другим мышлением у них у тех кто рядом с вождем в кавычках или без кавычек у них стокгольский синдром они спаяны вот настоящий момент они спаяны возможно там появятся щелочки трещинки но совершенно точно не в этом году может быть на исходе этого года но не сейчас они сейчас помните ленинское политбюро едина как никогда сейчас поверьте путинское политбюро совершенно едина то что происходит на нижних этажах это другая история там все больше недоуменных вопросов там все больше непонимания и там все больше тревоги потому что если посмотреть на данные они не в открытом доступе но кое-что уже понятно о том как вывозятся не частные деньги а деньги из госбюджета понятно что происходит нечто экстраординарное нечто экстраординарное или подготовка к чему-то экстраординарным но политически политически вот несмотря на все то что я говорил и говорю ситуация пока контролируется в том что касается высшего слоя элиты именно правящей группировки они держат ситуацию под контролем настоящий момент так и не думаю что в перспективе нескольких месяцев что-то изменится а про леги андрей андреевич андреевич вот смотрите а почему бы сейчас вот рассуждая от противного того что сказал валерий дмитриевич глубинному государству американскому который конечно держит на мушке кремль путина его окружение ну то работая с ними то наоборот оспаривая их претензии таска геополитические сейчас не воспользуется этой ситуации учитывая особые отношения с саудитами и не нажать вот на этот клапан в виде цен на энергоноситель пришел там на нефть и так далее для того чтобы ну додавить собственно говоря ситуацию до нужных нужного кондиции так сказать у трампа свое но но глубинное государство как оказалось сильнее из того что вы говорили совершенно очевидно что этот контроль трампа не абсолютен мягко говоря и все эти переговоры разговоры путина с трампом трампа с саудитами там или треангуляция путин саудит и трамп и так далее почему в этом треугольнике значит не возникнуть глубинному государству который решит как минимум проблему москвы с ее так сказать фортелями которые на какие-то раз за разом с 14 года хотя бы как вы считаете вот последние контакты трампа путин они шли демонстративно в обход глубинного государства большое там у путина нашелся свой новый амбассадор господин дмитриев кажда дмитриев выпускник гарварда и оксфорда с прекрасным английским ну естественно с погонами он он уже встречался с встречался с семьей трампа на шришерских островах в семнадцатом году это зафиксировано в докладе мюллера но мюллер не довел до конца ни одной из своих обвинений в частности там и все это вот вспомнил тут ушел ребята как водили за нос киссинджера и боюсь так они до сих пор выводят еще как внешнеполитическом воспитании безграмотного трампа в шестнадцатом году громадную роль ведущую роль как раз играл киссинджер его правая рука том грэм наш соотечественник симис они формировали его представление вот ну а что вы хотите по нефти тут саудитам не надо ни глубинного государства ни трампа никого они сами справляют с проблемой глубинное государство вчера объявлено на два месяца они бесплатно заливают нефть то есть там уровень ненависти личный он он просто зашкаливает глубинное государство выйдет на арену когда вот то о чем говорил владимир дмитриевич москва мобилизует там хуситов мудитов их там нетов собственные силы на ближнем востоке перейдет к силовым акциям ведь еще недавно год назад силовые акции ирана были очень активны против пока их организатор не был ликвидирован соединенными штатами там глубинное государство сыграет свою роль ну вот я хотя бы время то наверное заканчивается я бы хотел все таки сказать вы знаете с каким интересом я вниманием я читаю все ваши депеши из путинского бункера так вот вот фактически вы один этот воз несете одно время вас венедиктов поддерживал активно последнее время последнее время что замолчал в одной из предпоследних вы очень интересная фраза я же ее даже жирным шрифтом в одной из моих последних статей процедировал об окружении вы тогда сказали не очень осторожно некоторые из них не готовы идти до конца до самого конца нет до самого конца не готовы это очень важно это правда тут очень динамично теперь сделаю сенсационное заявление о коронавирусе он был создан в 2014 году в университете в северной каролине группы американских и ученых и среди них было несколько человек китайского происхождения могла весь такой талантливый китайский ученый конечно по фамилии ли какие у них могут другие фамилии статьи об этом была громадная статья я вот когда кончится наша передача я дам вам ссылку на эту статью в самом престижном научном журнале линейче даже вот я ну чтобы как бы прикоснуться к реалиям я вот прочту ее название по-английски а царф-лайка роста оф секулейтинг бед коронавирусов шоус потеншил фо хьюман менженс кластер коронавирусов летучий мыши типа сарса показал свою возможность распространения в человеческих организмах и ключевая фраза статьи видженерейтед химерос вирус мы создали вирус химеру они я бы поражен потому что первые когда помните что мы против когда китайцы дали штаммы да ну и пошел на литературе в массовой там было сказано мы все прочли все вычитали что это вот в связи там соокупления там мышей с обезьянами или потом образовался химерный вирус соединяющий сар который распространяется в человеческом организме но очень медленно распространение и вирус летучей мыши который быстро распространяется то есть как бы и носитель и угроза человеку так вот дословно мы тоже самое читаем это было создано в четырнадцатом году значит какая дальше судьба многие в интернете знают уже но я вижу по вашим лицам что это недостаточно широко распространилось это сейчас в пятнадцатом году американское правительство запретил эти исследования как чрезвычайно опасные они подавались в преамбуре этой статьи написано что мы хотели выяснить а может ли естественной мутации вирусы этих самых летучих мышей стать опасным человеком вот мы доказали что может мы вот так сказать искусственно как бы подтолкнули эту мутацию и создали по американскому закону они были лишены финансирования и вся эта группа во главе с этой дамы ли переехал в ухань и они продолжали свои исследования в ухане в 2017 году та же нейча опубликовал авторскую статью уже группы ухань чем хорош там нет таких ограничений на такие исследования вообще на грани фола которые были в америке и там и финансирование соответственно на них китайской видимо выйдет то есть это уже это не какие-то конспирологические теории это научный факт теперь дальше здесь уже было совершенно сказано ухань и вектор это крупнейшие центры по бактериологическому оружию для защиты от бактериологического оружия там как шпионы и разведчики знаете разницу в формулировках но они обязаны были не только читать эти статьи в новосибирске они обязаны были повторить если то есть вот тот это там ничего не скрывалось там подробно все внутри статьи масса ссылок там же под генетического кода то есть для лучшего в мире одного из лучших в мире лучшего в россии института ничего не стоило создать от коронавируса то есть девятнадцатом году он был уже в векторе и он был в ухане в ухань завозить не нужно было то есть эту часть эту часть теории борисовича ставлю под вопрос а в остальном он совершенно прав это подтверждено и совершенно сенсационная вещь абсолютно мне непонятная вот вы говорили о том что в интернете есть информация эпидемии восприятия легких в сибири не только в сибири она распространилась под доположье ростов там самара вот эти вещи я марк не даст соврать я я собирался на эту тему я думал марк давайте вот соберем и покажем нашим так вот вчера в течение нескольких часов вот этот разоблачительный сюжет о том что в ноябре не только в новосибирске а в общем по западной сибири и повозже шла очень серьезная эпидемия воспаления легких а фактически как мы понимаем эпидемия кроме шоу по российскому телевидению по самым пропагандистским каналам узкобеевой и поповой без каких-либо вот очевидно напрашивающих а вот знаете вот так вот тут прозвучало что мировая общественность должна спросить вообще а вы помните что до середины марта вообще все пробы все тесты на коронавирус отправляли новосибирск в этот век и этим объясняли почему долго первый раз я об этом обнаружил когда в владивостоке вот этих эвакуированных с японского корабля их не могли прийти к какому-то выводу нужно же в новосибирск отвезти из москвы в новосибирск только там все было так эти вопросы должно прежде всего российское общество если оно оно существует задает это же полное полное повторение чернобыля получается вот это вкратце вообще-то заслуживает я марк я готов специально отдельный разговор обязательно будет сделать именно статью ссылку на нейчер мы вывесим на нейчер да это сенсация мирового уровня и она ходит по интернету но почему-то нигде она не комментировалась и не поднималась до такого как бы массового уровня за исключением сегодняшнего дня то есть какие-то силы нашли сообразным ознакомиться российского общества с этой взрывоопасной версии так спасибо андрей андреевич мы буквально 17 168 человек у нас прямом эфире 5 тысяч и 200 лайков буквально коротко предлагаю поскольку мы уже час 27 в эфире а у валерия дмитриевича уже за ним пришли такое ощущение нет по счастью нет коллеги сейчас все нормально хорошо видите юрий борисович ну вот если коротко в конце знаете я какой вам хотел вопрос задать это буквально уже на пару минут все таки саймс такая интересная фигура он сейчас москве настоящий 7 вы знаете о том что он не сын своих родителей что он приемный сын вот об этом скрывалась но на самом деле пора об этом сказать и вообще говоря общее мнение здесь есть про то что он является с тех лет когда он эмигрировал собственно агентом а вам кажется и поскольку вы все-таки работали в вашингтоне его прибытие его близость по у кровту и то что он вообще уезжал из института примаков вам кажется что действительно саймс является агентом лубянки и собственно говоря все его проблемы сейчас в вашингтоне вызваны в том числе тем что он разоблачен именно таким образом вам так кажется или нет да мне не только кажется это знаю потому что господин примаков когда он еще был заместителем директора и мемода даже раньше когда еще по корреспондентом он был агентом более того разведки более того он его дело и он на связи был в том подразделении в котором я работал последние где-то года три его личное дело лежало меня у меня в офисе ну и там каждый год значит надо делать отчет о работе с агентом за прошедший период где все это описывается в принципе нам достаточно подробно изложена история с господином саймсом вообще если так объективно посмотреть и знаю как механизм работает то господин саймс он был на связи уже тогда когда он был в ангел потому что если бы он был простым обычным студентом его мы вышибали с волчьим билетом в те годы после первого же его там выступление якобы с критикой каких-то там непонятных аспектов компакт и так далее с точки зрения здравого смысла и людей которые когда жили и понимали ситуацию что такое кгб что можно говорить в мгу а что нельзя его история совершенно необъяснимо он был инфильтрован соединенных штат америки на войне так называемой еврейской миграции из советского союза на которой настаивал администрация сша и на этой волне было выведено огромное количество мне говорили я вот разговаривал сейчас он уже генерал многозвездный в то время он работал в одессе в у кгб по одессе одесской области как они создали специальный отдел назвали его еврейский и там разговор был такой это те которые вылезают вы хотите выехать подписаны подписаны половиной подписывал кстати половиной подписывал конечно же вы естественно да но там там как уехал и черт с вами и забыл но вот стоит обратить внимание на тех которые вот туда уехали якобы от невыносимого гнета на антисемитизма и тут же возлюбили обратно и тут же начали тесное сотрудничество с представителем советского государства который якобы угнетали и симис уникальная это конечно ситуация вот я говорил здесь обряться не оружием как от стратегическом и давним активном мероприятии кремля и советских спецслужб у нас одежды занималась наша резидентура я помню у нас было полковник который ты сока отмотал начал вашингтоне и уже собирался уезжать но перед отъездом он сделал вот такую вещь он встречался с высокопоставленным сотрудником госдепартамента упрощальной встречи семья там ресторан туда-сюда поговорили о том о сем уже пора прощаться он говорит ради вам что скажу это наш мы его называли бэндэ вот пока мы здесь с вами сидели и разговаривали а наши бомбардировщики с ядерной бомбой уже в воздухе и летят бомбами этот побледнел извините и побежал на следующий день протест госдепартамента соединенных штатов злой такой протест мы думали сейчас этому полковнику дадут может лишнего и так далее он приезжает его наградили он выполнил задание родины вот так держали этих самых хлипких слабых духом янки он выполнял через центр центр of national interest это был рупор как раз он пугал угрозой страшные угрозы вам несуществующим танком армата и там и так далее так далее клиптосенсы всех материалов большинства материалов которые появлялись мы должны ублажить должно быть умиротворение иначе будет что-то страшное почему она будет с какой стати и чем путин это страшно ни слова ну вот это как раз вот полностью сто процентов активное мероприятие комитета государственной безопасности спасибо юрий бариш но господин саймс и вячеслав никона в своей программе на первом канале нас поминали с пианковским с андреем андреевичем мы это помним и поэтому господину саймсу который точно будет смотреть этот эфир я это знаю мы предлагаем тоже тут побывать у нас и как бы побеседовать с нами на разные темы нам есть чему предъявить на самом деле так что передаем дмитрию саймсу привет и ждем его тоже так сказать для беседы сюда к нам у нас почище чем лубянка здесь мягко говоря да можно использовать всякие приспособления а вайд меч но вот на в конце так сказать подытоживая все у нас буквально пару минут уже час 34 мы в эфире не испытывая терпения так сказать наших зрителей у нас 17 тысяч в прямом эфире почти 6000 лайков скажите пожалуйста возьми все таки подытоживая вы считаете что вот касаясь украины поскольку это очень острый вопрос здесь в чате люди так сказать с вами спорят вы знаете как от любви до ненависти обычное дело да ну то по другому не бывает эксперт говорит как врач так сказать вы умрете там до терминальной стадии 4 он может каждый на него злиться но только это мало что меняет вы все-таки считаете что судьба украины в значительной степени например зависит от того что в ее руководстве в нынешнем есть прямые агенты лубянки прямые агенты фсб которые собственно управляемы напрямую таскать ну понятно через своих кураторов из кремля таскайте принимают решение в украинском руководстве подчиняясь ну понятно чему и понятно от имени кого как вы считаете ну конечно это не может не влиять если в эпицентре украинского руководства бок о бок рядом с президентом и не только президентом но в ключевых лет в том числе силовых есть люди которые или тесно связаны с кремлем или являются штатными сотрудниками ряда российских спецслужб ну как это может не влиять конечно это повлияет да можно говорить это будет вполне справедливо в украинском обществе о том что там есть гражданский напор но все это очень отягощает ситуацию и делает я могу сказать откровенно абсолютно непредсказуемой я желаю украине всего лучшего как том числе своей родине ну вот я хоть и русский но я родился и знаю немалую часть жизни прожил дамбассе да в донбассе и во львове кстати но я понимаю что хорошая судьба и отнюдь не гарантированно это совершенно точно я знаю вот могу сказать ручаться за что угодно пока владимир владимирович находится в кремле он от украины не отцепит вот это верно вот это я могу сказать сто процентов убежденностью чтобы не происходило он будет до последней минуты держаться за нее и не выпускать и делать все для того чтобы добиться своих целей в отношении украины и белоруссии ну что же спасибо огромное дорогие друзья юрий борисович андрей андреевич спасибо вам огромное за этот эфир час 36 мы были в нем 17 тысяч у нас прямом эфире больше 6000 лайков я прошу всех кто участвовал в этом эфире и не подписан на наш канал подписывайтесь ставьте еще лайки и одновременно пожалуйста ссылки на этот фирм заместите в своих аккаунтах социальных сетях группа которых вы стоите чтобы большое больше и гораздо число людей посмотрел этот эфир ну а нашим гостям я еще раз выражаю свою благодарность и надеюсь вас каждого и вместе увидеть еще на наших эфирах спасибо вам всем огромное спасибо коллеги спасибо до свидания до встречи да до свидания хороших успехов до свидания